Приветствую вас, дорогие зрители, на своем ностальгическом канале про антикварный деним. Как вы уже догадались, сегодня в очередной раз речь пойдет про старый джинсовый антикварный бренд английский Марко Фьюз. Я с завидной регулярностью снимаю такие видео по разным причинам, но отчасти из-за того, что я люблю Марко Фьюз. Я считаю, что эти джинсы одними из самых красивых, самых харизматичных, самых запоминаемых джинсов из советской эпохи. И уверен, что среди вас тоже найдется немалое количество поклонников. Те, кто не просто помнит Марко Фьюз, а любит его до сих пор. Не просто любят, а не прочь такие джинсы и сегодня поносить, пофорсить. Ну или, по крайней мере, куда-нибудь поставить свой ностальгический уголок в виде такого коллекционного сувенира. И поэтому, особенно вот для таких людей, хочу сказать, что в ходе своего коллекционирования и собирательства, каталог нашей винтажной лавки сегодня пополнился некоторыми дополнительными лотами с новыми размерами. Пожалуйста, обращайте на это внимание. Поскольку джинсы Фьюз не производятся уже более 40 лет, тем не менее, благодаря какому-то божьему чуду, можно сегодня, ну в частности в нашей винтажной лавке, даже в своем размере, такие джинсы найти. Конечно, все это в исключительно единичном экземпляре, вот в таком вот жестком, шуршащем состоянии, источающий запах настоящего индиго. И сегодня, если вам, конечно, повезет с размером, вы сможете такими джинсами себя сильно порадовать. Поэтому не ленитесь смотреть ссылки, которые я вам привожу в описании к этому видео в первом комментарии. Там в каталоге вы сможете посмотреть, какие джинсы Фьюз в каких размерах сегодня у нас доступны для покупки. Ну и, конечно, поторопитесь. Все это у нас может только быть в единичном размере и, естественно, долго, как правило, не лежит. Итак, третья причина состоит в том, что появился сегодня вот у нас вот в таком состоянии видавшим виды лот марки Фьюз, который нам пригодится для того, чтобы проиллюстрировать вот эту метаморфозу из джинсов новых с прилавка магазина до джинсов в таком вот зрелом состоянии, видавшим виды, прожившему жизнь, можно сказать, в состоянии своего расцвета. Обязательно вам это все покажу. Но начать, конечно, хотел бы я не с этого. Дело в том, что про историю надо сказать пару слов, но поскольку я уже рассказывал вам про историю марку Фьюз, да и в интернете это и есть, я не буду долго на каких-то деталях зацикливаться, скажу лишь только то, что можно сказать с уверенностью, что это настоящий английский джинсовый бренд, который появился в начале 70-х годов в Лондоне. При этом несколько расходится версия появления этого бренда, но кто-то говорит, что его образовали два брата Лонсдейл, когда открыли свой первый магазин под брендом джинмашин. А магазин этот был непростой. В западном Лондоне открыли они магазин товаров из денима, ну джинсовый магазин, можно сказать. А такие магазины, как вы знаете, в Европе имели бешеную популярность, потому что на джинсы и на деним в то время был самый настоящий бум. И нетрудно догадаться, что такой магазин сразу приобрел огромную популярность. А джинсы в этот магазин поставлялись из Америки, из Канады, то есть своих джинсов тогда у них не было. Но поскольку сеть быстро разрасталась по Лондону и имела большую популярность, а впоследствии марка джинс машин, родительская марка джинс машин в виде вот такой сети ритейлеров была экспортирована и в другие города Европы. И вот именно тогда, ближе к середине 70-х годов, было решено компании создать свой джинсовый бренд и продвигать его через свою розничную ритейлерскую сеть. И первоначально джинсы начали отшиваться в Великобритании. Причем компания джинс машин, она использовала такую же тактику, которая и сегодня с большим успехом применяется сетью ритейлеров. Когда компания не покупает и не создает собственных производственных мощностей, то есть она не вкладывает инвестиции, а методом аутсорсинга размещает заказы на производство своего бренда, на фабриках, которые имеют такие технологические мощности, технические отношения и самый главный опыт пошива прекрасных джинсов. Вот как раз тоже тем же самым путем и пошла компания джинс машин, создав марку Фьюз и разместив производство сначала в Великобритании, а потом стала размещать ее на джинсовых фабриках Италии. Итальянские джинсы Фьюз, как вы знаете, были. Были джинсы Фьюз Западный Берлин. Впоследствии производились они на фабриках в Гонконге и, конечно, на Мальте. Вот именно с мальтийскими джинсами Фьюз и связана наша с вами история советской торговлей. Вот именно такие джинсы Фьюз сделаны на Мальте. Многие джинсоманы той эпохи прекрасно помнят вот в этом дизайне. Хотя дизайнов мальтийских тогда было три. Это были и фьюзы с замками мальтийские, и фьюзы с латунными лейблами и с кожаным патчем. Но, конечно, самыми такими харизматичными, типичными стали вот такие фузы с текстильными патчами и с текстильными флажками. Вот это вот самый памятный, самый основной дизайн джинсов Фьюз производства Мальта для советской торговли. Ну а в советской торговле, как вы знаете, джинсы Фьюз стали у нас появляться в самом начале 80-х годов после Советской Олимпиады. Стали они восполнять вот этот неудовлетворенный спрос на импортные трущиеся джинсы. Должен сказать, что в советской торговле распределялись они совершенно неравномерно. Где-то можно было их увидеть в достаточном количестве. В середине 80-х уже можно было купить их в секциях мужской одежды. Где-то их вообще не было, кто-то их вообще не видел никогда. Но это хитросплетение, товар распределение по советскому госплану плохо мне знакомо. Поэтому вы мне сами расскажите, как именно в вашем городе, в вашем регионе присутствовали или не присутствовали джинсы Фьюз. Но, конечно, по большей части в Советском Союзе, даже в Средней Азии, это вот и в Узбекистан, и Казахстан эти джинсы хорошо помнят. И, конечно, их прекрасно помнят в Беларуси. Наверное, там их было более всего. Поэтому вы пишите свои истории, что вы помните про джинсы Фьюз. Ну, начать показывать джинсы Фьюз я, конечно, начну с этикеток. Потому как для многих коллекционеров и собирателей это самая интересная история. Многие помнят джинсы Фьюз. Вот по этой закатной даме в красных сапогах даже какое-то время складывалась иллюзия, что эти джинсы исключительно женские. Хотя это не так. Если посмотреть на фасон кроя этих джинсов, сразу понятно, что это типичный евростайл, коим были тогда 90% всех джинсов. То есть это так называемый унисекс, slim straight. То есть джинсы, сидящие на бедрах, повторяющие силуэт тела. Или, как еще говорят, джинсы по бедрам, по ногам. Их главная задача подчеркнуть красоту молодого поджарого тела. Чтобы они красивейшим образом сидели, подчеркивали, так сказать, вашу молодость и вашу стройность. Это slim straight. То есть сидящие на бедрах прямого кроя. Хотя они, конечно, имеют несколько такой клин к низу. В общем, одним словом, это унисекс. Нет здесь никаких у него признаков на какие-то широкие женские бедра. Это не женский крой. Подчеркиваю еще раз, чтобы развеять ваши иллюзии. Это самый настоящий евростайл slim straight. Ну, давайте посмотрим эти джинсы поподробнее. Поподробнее я не буду сегодня глубоко останавливаться на каких-то нюансах, потому что уже неоднократно эти джинсы вам показывал. Просто такой вот беглый у нас будет сегодня просмотр. Сразу развернем их с тыльной стороной. Вот, посмотрите, насколько красиво, насколько хороши, насколько гармоничны и эстетичны эти джинсы Fuse. То есть, красивейшие задние карманы. Ну, рискну сказать, если не самые красивые. Очень красивая строчка у них здесь идет. Подчеркнутая вот этим за строчкой валиком нитками красного цвета. Красивый вот такой узор. Гармонично сочетающий между собой белый флажок с брендом Fuse и белый текстильный патч. Видите, как они это сделали контрастно. То есть, на глубоком темном индикадониме такие вот белые с вышивкой, текстильный патч и флажок. Очень красиво, на мой взгляд. Очень красиво. Обратите внимание, здесь в уголочках они проклепаны брендированными клепками. Вот, в целом, такой дизайн, я считаю, одним из самых интересных. То есть, для тех, кто не любит вот эти винтажные все замки, вот здесь по максимуму все собрано. Это и красивые строчки, и за строчкой валиком красными ниточками, клепочки. В общем, все сделано для красоты, для гармонии. А давайте посмотрим на них спереди. Вот так это все выглядит. Естественно, здесь все ожидаемые заклепочки. Bolt Fuse. Да, наверное, конечно, не безинтересно будет для многих узнать, что здесь тоже есть свои баечки, связанные с названием Fuse. Но кто-то говорит, что поскольку джинсы в магазинах джинс-машин изначально были из Америки, из Канады, то это From You Say, то есть джинсы из Америки. Кто-то наоборот говорит, что есть здесь некоторые противопоставления. Fuse, то есть противопоставление европейской джинсовой моде американской. А кто-то даже сделал такие догадки, что это Fuse Stainberg. А Stainberg это американский джинсовый дизайнер. Вот опять же здесь реклама была построена на противопоставление европейского джинсового бренда американского. Но сейчас только одному богу известно природа происхождения этого названия, но хотя все версии интересны. Вот такой вот он фьюз загадочный. И вот он джинс-машин, пожалуйста, во всей красе. Снутри пояса мы видим красный джинс-машин. Вот как раз название сети лондонских бутиков, которые продавали Дени в начале 70-х годов. Болт, замочки, все это я вам уже показывал много раз. Здесь вставился ЭКК, обычный японский. Изнутри эти джинсы всегда имели отличительный характер тот, что уточная нить, уточная нить с изнаночки у него была не выбеленная. То есть это вот такой вот, изнутри был такой вот голубоватый оттенок, синенький оттенок уточной нити. Вот как раз они этим отличались, мальтийские джинсы. Видите? Строчки валиком, сборочка была нитками двух цветов. Это беж и голубой. То, что вы можете видеть. Ну, не буду останавливаться на конструктиве. Вы сами можете видеть, это серьезное машинное производство. Это фабрика, та же самая, на которой отшивалась тогда еще блюболовский рендлер мальтийский и джинсы Ли. Из таких характерных моментов, наверное, стоит вам показать Кеотек. Сначала это идет у нас тут вот размерник. Название модели, седьмая модель, 125-й паттерн. Это Риджит Анвош Индиго, 125-й паттерн. Здесь у нас идет также размерник. Но какие еще особенности были у сборочки? Джинсы Fuse это то, что у них имелся вот такой прекрасный запошивочный, объемный шов, замок, как еще его называли, отстроченный ниточками бежевого и голубого цвета. Ну, многие джинсоманы любили, когда этот шов располагался не с внутренней, а с внешней стороны, потому что он, когда джинсы терлись, вот таким образом смотрелся очень рельефно, очень объемно. И когда вот эти джинсы носишь, обязательно обращаешь сам внимание вот на этот внешний запошивочный шов. Вот видите, когда они джинсы еще новые, они вот имеют такую как бы одну строчку, потому что синих ниток не видно. А вот потом он становится таким выпуклым, очень рельефным, красивым. Вот поэтому многие его и любили. Ну, что касается Denim'а, мальтийский джинсы Fuse, в отличие от тех же итальянских редакций или там редакций из Гонконга всегда имели не вареный и не, так сказать, моченый с камнями Indigo Denim, а имели как раз вот такой Риджит Анвош. То есть имели Denim жесткий, хрустящий, вот такой дубовый, как еще говорят его, рубероид. Вот как раз таковым и был 14,5-юнцовый Indigo Denim на мальтийских кузах. Причем он традиционно имел вот такой темный, глубокий, многократный прокрас нити Indigo. Видите, какой он темный? Почти черный. Многие, конечно, любили. Поэтому, когда такие джинсы носишь новыми, получаешь не меньше удовольствия, чем когда джинсы уже терлись вот таким вот красивым рельефом, таким красивым объемом. То есть и новым состоянием они имеют очень красивый такой вот эстетичный дизайн с контрастирующими за строчками красных ниток, с белыми флажками и вот этим текстильным патчем, медными заклепчиками. То есть хочу сказать, что джинсы и новые, и уже затертые смотрелись исключительно красиво. И уж что говорить, как они красиво сидели на молодом человеке или на молодой девушке. Это были джинсы унисекс. Как вы знаете, в Советском Союзе у нас их носили девушки и молодые люди. Ну и вот еще раз скажу, что это евростайл, слимовые джинсы, то есть которые сидят по телу. Красиво его подчеркиваю. Ну давайте уже посмотрим, что у нас вот этот золот, так сказать, в состоянии своего расцвета, в зрелом состоянии. Кто-то скажет БУ, конечно, это БУ, но слово не очень красивое для них. Должен сказать, что это далеко не предел их потенциала, как джинсы Фью смогли терлись. Это просто один из тех, что вот я смог найти. Просто другого вам показать не могу. Вот посмотрите, как джинсы вытирались. Опять же, с большим, так сказать, сочувствием подтверждаю, что камера не передает красивого изумрудного цветового оттенка. Здесь вот на картинке камера, он какой-то просто тупо синий, тупо голубой и очень бедный и скупой. Хотя в реальности джинсы имеют вот очень красивый голубой оттенок морской волны, который присутствует, так сказать, в общей цветовой гамме, но камера сильно все это уплощает, упрощает, к сожалению, большому. Но тем не менее, какие-то моменты я для вас увеличу. Вот как терлись они на карманах, посмотрите. Ну, даже постараюсь вот выкладкой вот в таком сравнительном режиме. Вот посмотрите, как это выглядит новыми и как это выглядит уже в потертом состоянии. Хотя, подчеркиваю, потенциал у джинсов FUS гораздо круче, чем это вот на моем экземпляре. Поверьте мне на слово. Вот так выглядит второй кармашек. Я очень люблю вот такие сравнительные иллюстрации, то есть сравнивать состояние новых джинсов и состояние джинсов, уже видавших вида. Вот как сейчас это пытаюсь вам показать. Вот как выглядят у них лейблы. Таким образом трутся у них шлевочки, трется у них кокетка. Очень-очень красивый, очень красивый оттенок. Несмотря на то, что камера не передает всех этих вкусностей, тем не менее, я пытаюсь все это увеличить, чтобы вы могли со мной вместе полюбоваться этой картиной. Но вот как выглядело это спереди, давайте тоже посмотрим. Вот этот передний кармашек у нас с вами. Вот таким образом. Все это выглядит новое, старое. Вот, посмотрите. Всегда здесь традиционно у нас затираются вот эти ребра, как кармашек. Видите? Очень красиво. Джинсы Fuse Troops. Очень красиво, контрастно смотрятся у них и на новых джинсах. Все вот эти заклепочки, болты. Вот, также вам покажу планочку над гульфиком. Вот, посмотрите. Очень-очень красивый фейт. Очень интересно они смотрятся. То есть, от джинсов Fuse вы будете получать удовольствие как от новых, так и от старых. От джинсов в любом состоянии. Поскольку джинсы эти созданы для красоты, созданы не для модников, для эстетов. Были изначально, как и любые европейские джинсы той эпохи. То есть, эти джинсы нужны были для того, чтобы в них форсить, а не для того, чтобы в них чинить машины, выгребать навоз в конюшнях, как это было когда-то в Соединенных Штатах. Эти джинсы исключительно для эстетствования, для модников и для того, чтобы их носить на какие-то особые торжественные случаи. Давайте также покажу вам их, разверну. Вот такой они имели также фейт у нас на вискерах. В верхней части блока на коленках красиво терлись. Моя камера также уплощает контраст, который не может она передать. Просто на картинке вы увидите несколько все это в очень таком убогом состоянии. Хотя в реальности они намного красивее, чем у меня на камере. Подчеркиваю, это с большой-большой досадой. Вот как выглядит этот запошивочный шов, уже в таком потертом состоянии. Должен сказать, что такие джинсы можно было, конечно, затереть и покрасивее, я знаю некоторые секреты их стирки и их ношения. То есть я имею в виду прежде всего, что такие джинсы для красивой фейда нужно носить сразу, без замочек. То есть просто сразу жесткими одевать и разнашивать как можно дольше. Вот. И стирать, конечно, по правильной схеме. Вот так вот выглядит у них фейд на коленках. Вот эти медовые соты. Ну, джинсы фьюз. Да, забыл сказать. Кроме тех новых джинсов фьюз, которые у нас выставлены в каталоге, ссылки, которые я привожу также, вот этот лот из нашего видео в состоянии, так сказать, был, у нас будет в нашей группе винтажная лавка, в каталоге. Поскольку мы на сайте не выставляем БУ, мы выставляем их только в нашей группе ВК. Поэтому, кто не хочет сильно вкладываться в новые джинсы фьюз, которые, кстати говоря, стоят недешево, поскольку это настоящий антиквариат, который уже не производится более 40 лет, то такие джинсы КБУ в 4 раза подешевле. Кому этого будет достаточно и кто имеет 46 размер, пожалуйста, вы сможете у нас найти в группе ВК, на которую нужно подписаться. Ну и вторая причина, чтобы подписаться на нашу группу ВК, если вы хотите посмотреть фирменный ролик джинсов фьюз, вот да, вот тот самый, с английской королевой, есть такой ролик, который многие, конечно, знают, помнят этот ролик, я обязательно размещу у нас в группе ВКонтакте. Ну и напоследок, напоследок хочу, дорогие зрители, попросить вас писать ваши собственные истории про джинсы фьюз. Я знаю, что у многих есть такие истории, связанные с ремнями фьюз, которые почему-то тоже многим запомнят вот эти, как я еще и называю их, матрасы с матрасным дизайном, да, таким вот полосатым. Рассказывайте, пишите свои идеи, свои истории про джинсы фьюз, свои воспоминания. Ну и как уже я говорил, те, кто такие джинсы сейчас хотел бы купить, положил на ней глаз, пожалуйста, смотрите ссылки, смотрите, есть ли в вашем размере лоты у нас в каталоге. На этом я с вами прощаюсь, до новых встреч, всего вам хорошего.